В озвучке я играл всех. У меня первая главная роль была мышонок в дамбо. Дамбо, дамбо, мы на дереве. Ну, как бы, когда ты не видишь меня, а видишь мышонка, я могу, ну, я стараюсь под него попасть так, чтобы ты видел мышонка. Я работаю каждый день, то, как у меня каждый день оно само происходит, мне не нужно, дополнительно не нужно заниматься. Акцент – одна из самых тяжелых историй вообще, потому что ты не знаешь, что с ними делать. Как? Сейчас есть люди, кто младше меня на 20 лет, и я точно так же слышу, как они слушают и думаю, что бы у них подтырить из инструментария, как они это делают. Багира в «Исходнике» – самец. Ну, как бы, вот как вам это, Алёна, кстати? Я не знала. Да, он в «Исходнике», он самец у Киплинга. Это касается каждой профессии. Слушайте, актерство – не исключение. Люди, которые равнодушно относятся к тому, что они делают, страшное зло. Я не убил Кайла Риза. Скоро Т-1000 узнает наше-то местоположение. Твой сын будет Джоном Коннором. Ты знаешь, машины без него не победить. Привет-привет, меня зовут Алёна Менчук, и это подкаст про озвучку от «Рексквер». Сегодня у нас в гостях писатель, сценарист, журналист, актер, режиссер и даже токарь второго разряда со станками ЧПУ. Это все один Сергей Чихачев. Сергей, здравствуйте. Сергей Чихачев. Писатель, сценарист, актер кино, актер и режиссер озвучания. Является голосом Арнольда Шварценеггера в кассовых голливудских кинолентах. На момент съемок интервью в портфолио артиста около 600 работ в тубляже и закадровом озвучании кино, сериалов, мультфильмов и компьютерных игр. Широкую медийную известность Чихачев приобрел после съемок в юмористическом короткометражном проекте о буднях российской кибердеревни на Марсе, где он сыграл главного героя киберфермера Николая. Владеет английским, чешским и французскими языками. Увлекается мотоциклами, дайвингом и яхтенным спортом. Не удалась ей эта профессия. Токарь на станках с ЧПУ. Я пыталась. Второго разряда. Я даже не понимаю, что такое ЧПУ. Цвет волос. Числовое программное управление. Вот, прекрасно. ЧПУ. Это до эпохи компьютеров было ЧПУ. Так, ну я вообще правильно назвала все ваши профессии? Не все, но основные. Здравствуйте. После слова писатель, все выключили и дальше не стоит. Здрасте. Сергей, скажите, как вам удалось к каким-то 50 годам охватить такое количество профессий? Был старый такой. Как тебе, Маша, как ты умудрилась стать валютной проституткой? Вы знаете, просто повезло. Послушайте, я все, потому что мне полтинник в этом году, я все эти 50 лет что-то делал. Я все время как-то что-то, что-то жил, как-то все время что-то туда-сюда. Чем-то занимался. Поэтому, ну, токарь за ЧПУ, это я был школьником, мы работали, у нас был такой УПК, учебный производственный комбинат, после класса, не помню, там, восьмого. Тебя отправляют на... Сначала ты учишься на обычных станках токарных, а потом тебя отправляют на работу. Я не хотел быть токарем, я хотел идти куда-нибудь там, в автодел я хотел, чтобы машину водить, и мне машина нравится. На автодело не брали, взяли, вот я сначала на станках обычных учился, у нас были станки годов с 50-х, они назывались ДИП. Знаете, Алёна Константинович такой, ДИП? Нет. Догнать и перегнать. Ага. Кого? Америку. Это, значит, 50-е. ДИП, страшная штука. А потом вот на ЧПУ у нас два месяца, два месяца, по-моему, сколько месяцев, два работал на заводе... Нет, месяц, на заводе Калибр, который сейчас это Алексеевская, тогда это метро Щербаковская. Вот, и да, у меня есть корочка, я вот второго разряда я. А всё остальное, ну, слушайте, я всю жизнь что-то делал, где-то работал, поэтому и не определившись в профессии. Так, подождите, начинали с инженерного дела, а в итоге закончили журфак. Токарного, да. Почти, я пыталась, у меня это одно и то же. Токарного, да, верно, да. Так, и закончили журфак. А почему вы ушли? Я поступил в МГУ и поступил в МГУ и пошёл на факультет журналистики, да, я учился там 12 лет. Ого, 12? Я уезжал ещё в Прагу, в Карлов университет учиться на два года на факультет социальных наук, и у меня был большой перерыв, я вернулся, образовалась там что-то разница между... Я пытался восстановиться, и разница какая-то 48 хвостов, это нереально сдать, поэтому я дальше начал параллельно сразу за работу в нём с третьим, вот, и учился, доучивался. А я считаю, что те, кто получил образование за 5 лет, ну что они, что они успеют? 12, 10, 12 лет, только тогда ты как-то в науке более-менее, журналистике или науке, ну не важно, продвигаешься как-то вот что-то, хотя бы какие-то азы, да. Так, 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 сейчас бы ваши хейтеры докопались, что актёрского образования у вас же нет? Нет. Нет, это вообще уникально, но я ещё про это спрошу. Подождите, а про журналистику, почему вы из неё ушли? Я работал с 90-х журналистами, я работал с 93-го по 2009-й, я сразу пошёл на телек, ещё я был студент, у меня было 20 лет, 93-й год, и нас взял, меня и нескольких моих друзей-коллег, мы попали на работу к Дмитрию Венеминовичу Захарову, это бывший ведущий программы «Взгляд», огромная величина в телевизионном мире, интеллектуал, умница, прям он, это такая была очень сильная, очень мощная фигура, замечательный человек. И начал работать у него, и я работал там, ты когда на телеке, ты меняешь все профессии, ты делаешь всё, ты начинаешь работать редактором и пишешь тайм-коды, расписываешь бессмысленно, тогда битакамы, ни линейки не было в компьютерных монтажах, расписываешь коды, ты бегаешь, носишь, не знаю, там, тексты ведущим, ты такая, редактор, да, прислуга за всё, ну, в принципе, и кофе, наверное, если кофе, и кофе носишь ещё. Ну вот, а потом корреспондент, потом ты начинаешь делать какие-то корреспонденты, пишешь какие-то стендапы, и этот стендап попадает в эфир, и это абсолютный прорыв, то есть там, слушай, 93-й год, это, ну, ЦТ была такая аббревиатура, центральное телевидение, то есть телек это где-то боги делают, понимаете, Александр Бовин сидит на международной панораме, рассказывает, как скверно все живут, значит, комментаторы Владимира Маслоченко, это небожители, и тут внезапно вот между Бовином и Маслоченко врезаешься ты, значит, я был в два раза худее, сегодня там-то стендап, это прям, ну, прорыв, такая штука, и я был телеведущим, я ввел программу Автомик там и так далее, то мы начали делать программу от Винта с коллегами, короче, ты делаешь, ты такая прислуга за все, человек, который отработал на телеке сколько-то лет, он умеет все, вот нормальный, его можно как бы, ну, не то что заставить делать, он может делать все, что угодно, у нас были случаи, бывали случаи, часто телек – это большой бардак, когда, ну, не знаю, я приходил, была программа Автомик, ты приходишь на съемку, и вот как-то, ну, что-то никого нет, ну, как-то все опаздывают, а у нас мы, это надо снять, и мы выходили день в день, вечерний эфир, то есть, условно, днем снимали, снимали мы в коридорах ВГТРК, 5-й улице Ямского поля, тогда это было РТР, российское телевидение, просто вешали хромакей, ну, вот никого нету, а я пришел, я привез с собой комплект ТЖК, кстати, в своей тоже машине, ну, никого нет, ладно, ну, вешаешь себе этот хромак, смотришь, ну, никого нет, время-то идет, ну, как-то, нет, люди опаздывают, мобильных же тоже нет, ты не выяснишь, где люди, ну, хорошо, надо как-то, ну, поставил сам себе камеру, на штатив включил, там, в принципе, точки одни и те же, всегда камера стационарная, не движущая, ну, поставил камеру, что-то опять никого, ни оператора, ни гримера, никого, ну, пошел девкам в бухгалтерию, взял этот сам девчонки, помогите, значит, они из тебя намазали тебя, чтобы у тебя был более-менее ровный хобот, никого не думаешь, ну, и хер с вами, включил камеру, сел, все рассказал, выключил камеру, эти приехали, раздолбай, наругался, ну, ты, в принципе, сделал всю работу за это, да, это очень простенькая такая ремесленническая штука, но ты сделал все из-за гримера, из-за светика, там, высветил себе этот задник, и там, себя высветил, вот, короче, поэтому там дальше внутри телека это последовательная такая трансформация, ты просто начинаешь делать то, что сценарий, давайте, если у тебя получается, сразу раз, поехали писать сценарий, хорошо, когда делали от винта, там, у меня у единственного была возможность это порежиссировать, потому что у нас было трое, Антон Зайцев и Боря репетур ведущий, они в кадре, ну, а как бы вот третий я, и я раз за кадром, ну, и режиссирую, ну, я и встал, и понеслась, так что это такая трансформация последовательная. И уж возвращаясь к вопросу, ушел я потому, что с 2000 года на телеке начали затягивать гайки, вообще везде, в стране, в средствах массовой информации, и в том числе на телевидении. Творческой свободы там становилось все меньше и меньше, как мне казалось тогда, я ушел в 2009-м, ее там категорически, катастрофически не осталось. Как показывает практика, это наша сегодняшняя, наша практика сегодняшнего дня, это были весьма вегетарианские времена. Значит, когда у тебя нет никакой личной свободы в творчестве, заметим, я не занимался политикой. Наше творчество касалось там последние лет семь, я был главный редактор программы «Синема», не о кино, у нас, ну, кино, ну, творчество. И когда мне, как главный редактор, звонят за редакцией, говорят, значит, смотрите, там шла очередная война в Чечне, какая по счету, вторая в Чеченской. Смотрите, вышел такой-то фильм, действие происходит в Чечне. Слово «Чечня» употреблять нельзя, поняли? Я говорю, погодите, то есть мы говорим, ну, мы рассказываем про кино, про кино можно? Можно. Ну, вот там вот в Грозной можно, а Чечню нельзя. Это старая, кто это, Катаев шутил, к Ильфу Петрову, мы находимся в городе Одесса на берегу Эннского моря. Ну, вот, и меня это годами, это прям таких вот микроэпизодиков, их много-много-много, и я на каком-то этапе, ну, ушел, потому что ты как-то там дальше ничего создавать не можешь, ты утыкаешься в какой-то потолок. При том, что я не занимался общественно-политическим вещанием. Я не сталкивался как-то с политикой, не было такого, что меня гнобили по ней. Это касалось простых проявлений, какой-то просто любой росточек, чего угодно, не обязательно касается меня, касается всех моих коллег, которые куда-то полз пробиться, его тут же прихлопывали как-то плитой. Ну, и прихлопнули окончательно. Ну, вот, нет у нас больше никакой журналистики. Вот я и свалил. А когда вы оставили журналистику, вы уже занимались дубляжом, правильно? Да, для меня это было хобби. Я это делал просто то, что мне это очень нравилось, и нравится мне это до сих пор. И это было хобби, все знали, что я езжу просто в свободное время. То есть, мне когда звонили ассистенты или режиссеры и спрашивали, я всегда говорил, могу, не могу, если не могу, то на меня нельзя было положиться в этом смысле, знали, что у меня есть основная профессия. А когда я ушел, я просто всех обзвонил и сказал, что как бы, народ, я есть, теперь это основная работа, заведение день, ночь, любое время, я готов. Но первые месяцы были прям страшные, потому я помню первый, это январь какого-то, там, 10-го, 9-го года я только ушел. То есть, у меня первый месяц, когда нет зарплаты, ты как-то вот что назвучивал себе, то и назвучивал. Я помню, что я заработал, тогда сакральная величина была тысяча долларов, типа 30 тысяч рублей по тому курсу, там, что, 26 тысяч. Я помню, что я не заработал там вот эти 30 тысяч за месяц, 25, и это было прям там, у меня семья, у меня ребенок, и как бы я сижу, но потом потихонечку с увеличением таких оборотов все стало лучше, лучше, и, в общем, я как-то в профессию вошел вполне себе уже полноценно, уже не как хоббиист, не как человек, который занимается этим для души, а просто для меня это стал основной заработок на вот многие годы, ну, по сегодняшний день. А вам образование журналиста как-то помогает продвигаться в дубляже? Вы используете свои какие-то навыки оттуда? Нет, образование журналиста – это такая же странная штука, как образование актера. Нельзя научить человека быть журналистом, нельзя научить человека быть актером, если он к этому не склонен. Главная задача факультета в журналистике, например, да, там, профессора – это нагрузить человека максимально книгами, чтением, заставить его читать невероятное количество литературы. Мы читали все, начиная с антички, да, с античной литературы, с древнерусской литературы, потом вся европейская средневековая, потом, значит, то, что, значит, когда у нас началось там принято считать примерно с Ломоносова, примерно с XVIII века, значит, все невозможно эти ломоносов, Держаин-Сумарухов, их нельзя читать, они 300 лет назад писали совершенно другим языком, 250. Тебя нагружают огромным количеством информации и чуть-чуть показывают, ну, как бы, как вот такие условные, можно назвать это основы мастерства, там, они довольно быстро меняются в журналистике. Ну, хорошо, какие-то нормы, тем не менее, профессии тебе, о них тоже рассказывают. Но дальше, если… Ну, тебя выпустили, у тебя диплом. Если ты умеешь писать, ты будешь писать, если интересное дело, или разговаривать, если это интервью. Если ты не умеешь это делать, ты не будешь это делать, как тебя не учи. Это касается актеров, да, если взяли человека, сколько, Алёна Александровна, у вас с курса было народу, кто не работает актером, при том, что есть отбор, творческий конкурс и там, и там, это очень похожие штуки. Ну, да. Бывают люди, кто попал по творческому конкурсу, прошёл, дальше учишь, ну, как-то нет, но его научили прямо, он был, он сыграл диплом, но дальше он не играет, не работает, всё то же самое. Поэтому, да никак не помогает мне это никак не влияет. Это как общее образование, вот и всё. А вот вы сказали, если ты умеешь говорить, то ты говоришь. А у вас была какая-то речевая техника? Ведь не секрет же, что для того, чтобы озвучивать кино, должна быть дикция, должен быть голос. Где вы это всё взяли? Голос от мамы с папой. Большое им спасибо. Они оба скончались, но я успел поблагодарить при жизни. Значит, голос от мамы с папой с тембром, там, вы знаете, ничего с этим не сделать. Какой у тебя тембр есть, тембр, ты не можешь из баса обратиться в тенора. Никогда ничем не занимался. И дикцией тоже не занимался. И дикцией я не занимался. Это то, что я просто делаю. Слушайте, я читал, я когда был маленький в детском саду, я рано научился читать, там годы что-то в три-четыре меня научили. И я садился, мне там было сколько лет? Пять-шесть. Мне воспитатели уходили, сажали, я читал книжки в группе. Ну, просто это было удобно. Я и так читаю, вроде как у нас мероприятия, а воспитатели куда-нибудь там курить. Ничего я не делал. Нет, голос нельзя поставить, тембр, как есть. Точнее так, его можно дошлифовать, но то, что дано, то дано. Ты ничего с этим не сделаешь. С дикцией то же самое, дикция какая есть. Я использую разминочные всякие техники. В своё время старший коллега мастер Александр Борисович Новиков рассказал мне про артикуляр, и я взял у него набор упражнений, которые позволяют тебе размять весь речевой аппарат и настроить звукоизвлечение. Но если я работаю каждый день, то как бы у меня каждый день оно само происходит, мне не нужно, дополнительно не нужно заниматься. Когда какой-то перерыв, ты в отпуск уехал, какие-то праздники были, болел, какое-то время не работал. Но у меня давно такого не было, что я не работаю больше одного дня или двух дней. Тогда да, я этот артикуляр беру, но нет, специально не занимался, нет, само, всё само. А вот в одном из интервью вы назвали себя самоучкой. То же самое касается, в принципе, процесса озвучания, или, может быть, у вас есть какие-то наставники в дубляже, которые вас буквально учили? Ну, вот вы же меня когда-то учили озвучивать кино, я к вам пришла, зелёный? Я учился у всех, я подсматривал за всеми. У меня нет никакого наставника, как принято в театральном училище, когда есть условно мастер-курсы, и ты у него учишь. Такого не было. Но я с вот такими ушами слушал всех. Я слушал, что от меня хотят режиссёры и те, кто режиссёры, кто мог показывать, объяснять и показывать, а таких, к счастью, было много, учился у них. Я учился у старших коллег, просто слушая, как они работают и в студии, но мы в студиях мало же пересекаемся. Обычно, если ты пораньше приехал, ты слышишь там, приехал ты раньше на 15-20 минут и не мешаешься, там есть воздух в студии, что тоже не везде, ты будешь слушать, как работает коллега. Это я делал. То есть вы специально пораньше приезжали, чтобы послушать? Ну, я это имел в виду, не то, что я прям специально, но да, я это имел в виду, потому что когда работали, там я застал много старых мастеров, там, когда был жив Володя Ферапонтов, когда был жив Леньков, дядя Саша, когда был жив Радченко, это «Голос черного плаща» Владимир, не помню отчества Владимир Владимирович, Владимир. Много-много народа, и изныне живущих, это ты живущих, это и там, и, не знаю, и Антоник, и Новиков, и кто угодно. Да, приезжаешь и слушаешь, как они что. Когда ты работаешь с ними, как с режиссёрами, там, я с Ферапонтовым как-то, мне повезло поработать с ним пару раз на «Непокойном». Там ещё проще, потому они, к тому же, люди крайне весёлые, и он и показывает, он тебя отчасти лепит в этой роли. Так что тот вопрос запоминать. Поэтому наставники, все, кто… Я делаю до сих пор, все молодые, там, тогда эти люди были старше меня на 20-30-40 лет. Сейчас есть люди, кто младше меня на 20 лет, и я точно так же слышу, как они слушают и думаю, что бы у них подтырить из инструментария, как они это делают. Друзья, вы смотрите и слушаете подкаст про озвучку от Рэксквер. Мы беседуем с самыми яркими представителями профессиональной звуковой индустрии. А ещё мы сами делаем звук для медиа, записываем рекламу, подкасты, дублируем кино и записываем аудиокниги. А для тех из вас, кто занимается созданием видео, у нас есть библиотека лицензионной музыки Рэксквер Мьюзик. Качественная музыка со всеми правами по цене одной чашки кофе. Мы оставим ссылку и промокод в описании к видео. А мы продолжаем подкаст с Сергеем Чихачёвым. Вы, цитирую, не знаете, как попасть в дубляж. Вам часто пишут, что как попасть в дубляж, вы говорите, не знаю, наверное, писать на студии. А вам пишут иногда в социальных сетях, что здравствуйте. Пишут часто. И как вы на них реагируете? Я вежливо всем отвечаю всегда. Я редко там, нечасто бываю, но я всем отвечаю. Я прошу присылать демо, присылать сэмплы. Указываю, какие-то должны быть сэмплы, их формат, их длительность, их наполнение, что должно быть в них. На этом этапе отсеивается процентов 70 пишущих. А, то есть, кого-то всё-таки вы утверждали, вы работали с ним? Они просто люди дальше не присылают ничего. То есть, просто у меня нету... Ну, да, здравствуйте, Сергей, я бы хотел попасть в дубляж. Здравствуйте, Эмирек. Пришлите мне на почту такую-то, вот это, вот это, и вот это, и вот это. 70 процентов ничего не присылают. Оставшиеся 30 присылают. И я, честно, отслушиваю эти сэмплы, значит, оттуда я сразу убираю, не складываюсь я к себе в базу тех, кто не сможет работать, потому что я слышу, что у человека, например, дефект дикции. Ты ничего с этим не сделаешь. Если человек шепеляет, ему надо это исправлять, до того, как он придёт работать, я ему в этом не помогу. Это вопрос... А вы даёте обратную связь? Вы говорите, что у вас там проблемы с этим? Когда просят, даю. А-а-а. Для этого нужно... Если человек прямо... Потому что есть люди упорные, и я понимаю, что если человек горит желанием, ну, а почему нет, да, я, если от меня что-то зависит, там, ответьте или помочь, я отвечу или помогу. Я могу написать, что я прослушал, к сожалению, у вас то-то и то-то, у вас, предположим, и вам нужен фонопед, да, чтобы исправлять вашу там, вашу шепелевость. Или у вас, я слышу говор, предположим, южно-русский, и вам тоже нужно от неё избавляться, потому что классическим считается московское, это питерское произношение, то, как озвучиваем мы в двух городах, основная масса всего продукта озвучивается здесь, да, Москва и чуть-чуть, ну, меньше. В Петербурге. Вот, и на этом тоже многие пропадают, как бы, ну, то есть они уходят, машина вернутся через пару лет, но пока не возвращались. Ну, вот, а тех, кто остался, да, я честно складываю в базу, и были случаи, когда я посылал эти сэмплы, заказчики обычно, когда я режиссёром работаю, заказчики требуют обычно там 3-4-5 актёров на роль, от 3 до 6. Я должен... Хорошо, что я этого не знала. Да, они будут тебе рассказывать, там есть такая штука, как оценки за секс, так называемый. Это такая... Такая табличка заполняешь, там 5 или 6 артистов, 6 артистов, обычно это какие-то большие такие заказчики, крупные, крупные. И ты должен их, помимо того, что ты их уже отобрал, и ты уже написал, что вот это first choice, это мой выбор как режиссёра. Конечно. Я просто, когда вас ставлю, я ставлю вас, опять такие крестики, прочерки, как в платёжной ведомости. Правильно. Так и надо. Зачем? И затем ты заполняешь такие таблички, такие графы в табличках. Там есть опыт работы по графе от 1 до 6, где один неопытный, один минимальный балл, 6 максимальный. Значит, опыт работы, то, что называется versatility, это гибкость, насколько человек может гнуться в ролях и делать разные роли. Узнаваемость голоса, потому что часто у заказчика бывает такая история, особенно у крупных. Ты можешь утвердить, например, сказать, что у меня есть знаменитый артист, неважно кто, я готов позвать, понимаете, звезду на роль. Но если он будет узнаваемый, заказчик иногда может сказать, нет, нам не подходит, нам нужно, чтобы голос точно ни с кем не ассоциировался. Короче, заполняешь эту табличку, и вот её подаёшь. Но вот на этом этапе у меня, мне кажется, по-моему, у меня пока никого не утверждали заказчик. Ну, как минимум, потому что там в графе опыт работы стоит один. Мне же пишет человек, всё по-честному. Чек написал из соцсети. Можно? Можно. Я послушал его сэмплы, тоже своё обязательство выполнил. Эти сэмплы сложил в базу. Работаю над следующей, не знаю, какой-то игрой, над дубляжом, неважно. Я предлагаю вот это. Дальше не утвердили, не утвердили. Я свою в данном случае функцию выполнил. А на Гургурова вы не зовёте тех, кто вот так вам пишет? Нет, у меня, надо сказать, что Гургуров у меня лично очень мало. Мы там, где я режиссировал дубляжи и нужны были Гуры, честно говоря, я эту работу перебрасывал, их немного, и там обычно маленький бюджет, там 4 человек, 6 человек. Когда было больше, я перебрасываю это на студию. Я прошу студию, ребятки, позовите меня, потому что мне нужен мужской постарше, мужской средний, мужской молодой. Женский то же самое, потому что вот эти, да, там 3, они закроют любые эпизоды, любой возраст, ну, микро какие-то эти самые. И у меня такая будет звуковая картина фанов по Гурам наполнена хорошо. Но у меня не такой объём. Слушайте, я с удовольствием режиссирую, но у меня не очень большой, это всё-таки основная актёрская работа. Есть там, не знаю, Михаил Юрьевич Тихонов, кто много делает, сел, Борис Кузнецов, режиссёры, кто прям постоянно, у них это основное. Загубляйте режиссёры. И они в этом смысле гораздо больше работают с Гурами, у них больше и опыт, и кругозор, и всего-всего, и они берут. У меня их просто мало физически там на сегодняшний день. Ну, не знаю, у меня много с вами проектов уже получается. Ну, а в Гурах-то ты не была же? В Гурах не была. Но я когда там работала, мы с вами ещё не были знакомы. Там Гуров особо нет в наших проекте. Ну, а вот, кстати, про режиссирование. А как вы всё-таки занялись именно режиссированием дубляжа? Какая была первая картина, может быть, игра? Что было сложно? Мне предложили... Это как раз было, когда я ушёл с телека, это было районно там 10-го года, студия Пифагор. Мы давно с ними работаем и давно с ними знакомы. Там мы работаем с года открытия студии, он 94-й примерно. Давно знакомы. Я к ним приходил просто как телевизионщик. Мы озвучили... Мы познакомились, собственно, я озвучивал там... Мы озвучили программу от Винта. Просто приходили с заказом в студию. Поэтому я их давно знаю. Значит, они предложили... Они знали, что я, с одной стороны, вроде и занимаюсь озвучкой, как актёр, и уже там сыграл какое-то количество ролей. А с другой стороны, знали, что я пришёл... Я работал режиссёром и на телеке, создавал... То есть, у нас вот режиссуры есть. Поэтому они мне предложили делать тогда для канала «Культура». У меня первые картины были закадровые на 2, 4, редко 6, 1 раз что-то 8 или 10 голосов. Это были закадры классических старых картин, которые... Они прям старые, там, 40-х, 50-х, 60-х годов американских. Значит, там, не знаю, «Безумство Зигфреда», там, «Старое чёрно-белое кино». «Зигфред Фолли», такая кабарешная история. Значит, и это была такая хорошая история для нас обоих, на мой взгляд, потому что для студии... У них есть режиссёр начинающий, соответственно, низкооплачиваемый, потому что это за науку, который будет набивать себе руку вот на этих проектах достаточно простых, потому что 2, 4, 6 актёров – это всё-таки не огромный материал. Это первое. Второе – закадр, иногда липсинг, тоже просто потому, что... Но, с другой стороны, человек успеет всё вроде как понять, наблатыкаться, познакомиться с артистами, обрести какое-то знание, кто из себя что представляет, и артисты также оценивают и тебя. То есть они могут после этого притискать, слушай, к этому не зовите больше никогда. А, то есть так можно, да, сделать? Да. Я учусь. Но это всегда, Леон, кстати, на дорогу... Это дорога с движением туда и движением как бы обратно, если что. Да, так можно. Ну вот, и я поработал... Вот у меня первые картины были вот эти, такие старые кино на закадре, а потом потихонечку как-то, да, и игры. Ну, для меня эта работа всё равно, что касаемо дубляжа, режиссёрская, мне она нравится, но она вторична, у меня больше актёрская работа. А вас не утомляет по 500 раз, а может и больше, пересматривать один и тот же фильм? Утомляет не то слово. А как вы это делаете? Мне кажется, что я... С большим трудом я это делаю. Как и все, я не знаю. Я просто совершенно недавно задумалась о том, что когда вы пишете новую сцену, вы же уже, вот, вы пишете там сцену на три актёра. То есть вы сначала отдельно посмотрели, потом посмотрели этот перевод, потом как этот актёр озвучил эту сцену, теперь другой актёр озвучил эту сцену. Всё так. А если я укладываю, я редко укладываю. Если я укладываю, я ещё укладываю. Да, это, ну, не знаю, кошмар, не знаю, тяжело. Мне не нравится. А вы потом в целом картину не смотрите, когда озвучили? Иногда смотрю. А что смотрели из того, что режиссер? Последнего наёмника нашего смотрел, чтобы, когда он же в эфире не на сведении, а когда был в эфире, посмотреть на... Я стараюсь вообще смотреть работы, чтобы понять, как звучит всё, и актёрски, и режиссёрски, чтобы понять, как это со стороны. Если я режиссёр, как ансамбль собран, как это выглядит. Но у меня хорошая позиция, такая выгодная. Почему? Я же не на ставке нигде, в отличие от многих коллег. Студия предложила проект, я посмотрел проект, и дальше я могу, помимо всего прочего, загрузки, сроки бюджета и так далее, ты смотришь свой рабочий график, я могу от него отказаться. Если он мне не нравится, предположив, что это чудовищное какое-то говно, то я могу, знаете, и если это какие-то близкие люди скажут, ребята, чудовищное говно, простите, не возьмусь, если эти люди не близкие, могу сказать, что, вы знаете, я занят, например, и мне за это ничего не будет, потому что у меня нету каких-то таких долгоиграющих обязательств. Это хорошо, потому что у меня в конечном счёте остаются те проекты, могу себе это позволить, делаю, не смогу, будет другая ситуация, которую я люблю, ну вот мистический квест, который мы делали, я им наслаждаюсь и как зрители, и как режиссёры, слушаю, сколько мы проходов делаем с актёрами, я столько же раз хохочу на одних и тех же сценах, потому что это смешно, это как-то слегка минимизирует вред от просмотра одной и той же сцены по 40 раз, потому что ты получаешь наслаждение от этого всего. От того, что делаешь. Я стараюсь выбирать себе то, что даёт какое-то удовольствие. А какие для вас главные критерии при выборе артистов на роль или, в принципе, для того, чтобы работать? Ведь это не секрет, что мы выбираем людей, с которыми нам всё-таки комфортно работать. Вот какие у вас критерии при выборе артистов? Талант, номер один, чтобы человек был талантливый. Это слышно, это Довлатов писал, талант как похоть, трудно утаить, ещё труднее симулировать. Значит, талант. Есть человек талантливый, а среди наших коллег большинство это талантливые артисты, другие все отсеялись. Большая часть это прямо ого-го. Первый талант. Дальше всякие... Ну, у меня есть какие-то стоп-значки, которые... Вот, какие? Это был мой следующий вопрос. Значит, если с талантом мы разобрались, я постараюсь не вызывать артистов... Я пойду с конца. Третье, это артисты крайне недисциплинированные, которые могут сорвать смену, опоздав там на 2-3-4 часа. У меня это... Я прощаю, 5-10-15 минут на опоздание, если артист парковался в Москве с парковками жопы, да, ты можешь как-то застричь. Бывает, позвонил. Ну, то есть, нехорошо, но понятно, объяснимо. Ничего страшного. Как у нас в университете было, 15 минут – это не опоздание. На лекцию пришёл, ты 12 минут, тебя профессор, тебя есть подачёчков проводит, но ничего не скажет. 15 – всё, вход в аудиторию закрыт. Значит, ну, вот один раз у меня такое может, хотя, опять же, там, если есть, не буду называть фамилией, но есть талантливые люди, которым это, в принципе, можно так прикрыть на это глаза. Но, тем не менее, на длинных дистанциях в отсутствии какой-то плюс-минус такой внутренней самодисциплины. Второе, я не буду звать запойных алкоголиков, потому что по тем же причинам люди могут сорвать проект. Они могут сорвать мне смену, сорвать свою роль, сорвать проект в случае, если этот проект рабочий. И первое и главное, я не зову людей, которым похер работа, у кого не… кому всё равно, у кого не горят глаза, когда они работают. К счастью, из всех моих друзей, с кем мы работаем, да, коллег, друзей, и из тех актёров, кого я там часто зову, таких нету, но мне тоже кажется, они так… какой-то отсев происходит слегка. Вот, если артисту по барабану, что он делает, ему всё равно, что он озвучивает. Я не буду ждать от него никакого выхода, у нас не происходит тогда того, где должно родиться клёвое. Я таких знаю, и актёров… Есть такие режиссёры, я попадал тоже один раз буквально, когда ты приходишь, что ты говоришь, ну, да, ребят, садим, значит, картину, я не знаю, я не смотрел картину, не знаю, о чём, да мы сейчас нагобнякаем, садись, что там, он буквы видит, читай буквы. Один раз всё, больше не приду, потому что это, ну, что это? И с артистами также, если там артисту я начинаю объяснять, там, я как-то, ну, веду себя с ним, как бы я хотел, чтобы вели себя со мной, я могу… Да, значит, смотрите, кино про это, там, комедия, да, в ней в двух словах то-то, то-то, то-то. Ваш герой такой-то и такой-то, он, ну, я его стараюсь объяснить, слушайте, у нас не театр, к сожалению, у нас нету читок, у нас нет репетиции, у нас ничего нет, нужно донести до артиста какое-то понимание, чтобы он начал нащупывать эту роль, ну, у меня есть там 3-5 минут до, да, и каждый хороший режиссёр это делает, он объясняет, что ты перед собой увидишь, потому что ты всё равно потом будешь как-то под персонажа, всё равно ты будешь сам смотреть, что с ним делать. Ну, если актёр говорит через 2 секунды, что ты мне это рассказываешь, ну, это комедия, ты сделал просто 2 мудака, давай я сделаю, всё, давай, ну, как бы, вот, кому, кому похеру, это касается каждой профессии, слушайте, актёрство не исключение, люди, которые равнодушно относятся к тому, что они делают, страшное зло. Это Рэксквер и подкаст про озвучку с Сергеем Чихачёвым. Если вам нравится то, что мы делаем, оставляйте лайки и комментарии, и не забудьте подписаться. А мы продолжаем наш подкаст. Следующий у меня вопрос по поводу, связанной именно с актёрской уже профессией, в некоторых картинах появляются акценты, то румынские, то датские, то польские. Вот как вы считаете, нужно штудировать перед записью ряд каких-нибудь видеозаписей, чтобы у нас в переводе получился правильный акцент? Вот у меня было, что я приезжаю на запись, мне дают эпизодическую роль, но девушка с датским акцентом. Я понятия не имею, какой ты датский акцент. Алён, это тупик, это прямо мёртвое dead end, прямо... Ну, а что мне с этим делать? Нет, я там что придумывала? Значит, мы можем показывать, это прямо проблема, она не решена, я не вижу, как она может решиться в дубляже и вообще в озвучке. Это проблема. Мы используем в речи, мы распознаём те акценты, с которыми сталкиваемся, и мы можем друг другу их тогда, мы можем их услышать на улице, можем показать. Значит, я сталкивался с этим там десятки раз на протяжении работы, и, ну, вот смотрите, мы слышали и можем пародировать, например, грузинский акцент, они все, получается, шуточные, да, в пароде. Французский, так, плюс-минус, да, мы знаем, что надо говорить, говорите в нос и грассировать, и ставите у дарине на последний слог, чуть-чуть можно дурака валять, это дурака валять. Английский можно чуть подминать слова и делать рюр скользящий, понятно, но это пародийные акценты. Но мы как-то их представляем более-менее, если там, не знаю, азербайджанский или Средняя Азия, да, там пародируют, как пародировали комические всякие программы там рабочих таджиков и так далее, мы с ними сталкиваемся. Акценты, с которыми мы не сталкиваемся, даже если ты выучишь, как он звучит, вот ты попался, датский мне акцент, я нашёл датчанина и попросил его поговорить со мной по-русски с датским акцентом. Я выучил, как он говорит. Когда я встаю перед микрофоном, кроме меня никто этот датский акцент не разлечит. Это бессмыслица, тупик. Никак не сделаешь. То есть можно ничего не студировать, просто приходишь и думаешь. Если мы воссоздадим этот датский акцент, его никто не расшифрует, это бесполезно. Поэтому придумывать речевую особенность, у меня было два таких холодных душа, я помню, это был прям ад, очень тяжело. Один был связан с компьютерной игрой, я играл там злодея. Он, компьютерная игра, создана в Америке. Злодей, он, мне кажется, он как-то славянин, но русский ли он? Вот я не помню, русский ли он. Значит, у меня, неважно, у меня в указаниях по персонажу, там есть описание, что он вот такой. Там была такая штука, он говорит по-русски со славянским акцентом. Точнее так, там не по-русски. Он говорит со славянским акцентом, точка. Ну, я говорю по-русски. Что значит говорить по-русски со славянским акцентом? Это был для нас тупик. Мы встали, это большая игра, это прям нужно много работы, всё-таки он антагонист, его убивают в конце, это такая прям целая история. Ну вот, и начинаешь конструировать, ну вот тогда сконструирован был какой-то, даже не акцент, а просто манера произнесения. То есть, человек вроде говорит по-русски, но он говорит, ты понимаешь, что он как бы не отсюда, он странно строит, например, он подъедает, бросает окончание каждого слова. Когда он говорит, он чуть подъедает окончание слова. Но я не делаю акцент, это просто манерка. То есть, ты слышишь, что он странный, но откуда он, может, он хорват, кто он, непонятно. Это была такая первая история, и это тупик. То есть, мы из него выкрутились, ну а как, вот у тебя указание чёткое по-русски, говори с лавянским акцентом, пожалуйста. Вам всё написали. Казалось бы, что ещё надо? Вот. А вторая история была крайне забавная. Мы работали над картиной «Шпионский мост» Стивена Спилберга. Геля Пирогова её режиссировала. Огромная такая работа, потому что очень кропотлив, очень тщательный, многодневный дубляж. У меня там есть... Причём у меня маленькая роль, это роль второго плана. Чувак, который говорит... Он там говорит часть по-немецки, а часть по-английски с немецким акцентом. Соответственно, мне нужно часть реплик говорить по-немецки, я не владею, я говорю по-английски, французский, по-чешски, но немецким не владею. И часть по-русски с немецким акцентом. Я сказал режиссёру, когда мы это обсуждали, Дойгу и Гель, давай запрашивай коуча, запрашивай мне кого-то, кто мне будет это ставить. Я не умею... Ну, не сделаю. Значит, Спилберг, когда работает над картинами, его студия, они всегда очень тщательно и очень нежно относятся к дубляжу картин на все языки, включая русский. То есть, если вот такие затраты нужны, им пишется письмо, и они дают тут же на это бюджет, не вопрос. И мне далеко уча, немца. Я пришёл на запись, там самой работы, ну, условно, на два часа, там она небольшая, потому что роль маленькая. Я пришёл специально пораньше, там за... ещё на два-три часа, чтобы мы с ним порепетировали эти реплики, чтобы я их научился читать более-менее без акцента. И с немецким было понятно. Он мне как бы показывает, как это читается. К счастью, реплики короткие, там нет огромных монологов. Я их повторяю, я их выучил. И вот мы с ним порепетировали, и вроде как да. Понятно, что в целом норм. Я со слуха просто повторяю. Дальше реплики, которые должны идти в исходнике по-английски, а у нас по-русски, с немецким акцентом. Я говорю, ну, давай, делай, а я повторю. Он их делает, и я понимаю, что это вообще не немецкий акцент. Парень молодой говорит, чувак, ты точно немец? Я не то чтобы просил бы показать документы, но если есть с собой, просто через случайно, паспорт, гермаль, потому что это... Ну, у нас же немецкий – это пародийный. Ну, да. Это, да, мы, так сказать, пародийный со Второй мировой, с Великой Отечественной. Даже руси шишвай, дас из дер микрофонен. Это такой всегда чуть лающий, он комедийный, он никогда не серьёзный. Ну, он меня посмотрел, как на психо, говорит, ну, да, ну, немец, я повторяю, это вот так звучит. Ален, это вообще никакой не немецкий акцент. То есть, я его сделал, у нас было, и мы отрепетировали, после того, как он сказал, давай, всё, мы можем, готов, мы перешли в студию, и там за стеклом сидит звукорежиссёр, режиссёр, ну, ассистент, как представитель, заказчика, а мы с немцем сидим в самой студии. Я играю реплику, сначала немец показывает, что, допустим, да, было, вот с точки зрения просто языка, что я всё произнёс, и все дифтонги, и всё правильно. Затем нас все переводят взгляд на звукорежиссёра, который в потой-то реплику подставляет, смотрит по хронометражу, по губам попали, не попали, и только потом все переводят взгляд на режиссёра, на Еленович, на Пирогову, который говорит, слушай, здесь вот, ты знаешь что? Да, но. Здесь нужно такое, как бы вот, давай-ка вот тревожность чуть, вот ты сделай всё это в тревожном таком, и всё по-новому. Если кто-то из них вот это вот не делает, а делает вот так, то мы перейдём. Это была страшная, прям тяжёлая такая работа, но это было прикольно, это вообще не немецкий акцент, я всё сделал, этот персонаж, вот в картине «Шпионский мост», он у меня до сих пор существует. Это вообще не немец никакой. Чтобы нести язву, скажу, что мы полностью готовы обменять так называемый студент Прая на Рудольф Аббелл. Я так понял, что Прая очень важен для вас. Да, но... Мы подготовим меморандум по этому поводу. А, меморандум. Разумеется, мы же договариваемся о двустороннем обмене. Ты его на улице встретишь, но он говорит, как тут странно говорит. Но кто он, непонятно. Так что акцент это страшная история у нас. Каждый раз надо фантазировать, что делать. А я думала, что я плохо подготовленный артист. Нет, нет. Только Парадийну угадывайте. А вам дополнительно оплачивают часы подготовки к этой роли, как артисту? Нет. А, то есть это уже дальше исключительно ваше имя? Как в кино, как на съемках, нет. Ну, если там, может быть, подготовка занимала бы месяц, то, может быть, у нас нет. Спасибо, что Коучи дали-то. Это Спилбергу, спасибо. Геленеу и с нее позаботились. А так он намучится, как хочешь. Потом просто будет, видно, что я, ну, говно на выходе. Человек не умеет ничего. А надо ли вообще эти акценты делать? Ведь очевидно, что мы переводим кино, и очевидно, что наши персонажи будут говорить по-русски, потому что нужно на русском языке. Зачем эти акценты делать? Это каждый раз художественный вопрос. Его решает режиссер сначала там, а потом здесь. Каждый раз вопрос. Ну, вот надо, не знаю. А вы, как режиссер, как бы хотели? Оставить их или уйти? Я буду смотреть каждый раз по... Когда мне попадет материал, я буду смотреть надо ли. Ну, вот там, если, не знаю, у тебя герои фильма говорят на английском, но есть, я сейчас условно говорю, арабские наемники, говорящие по-английски, с сильным арабским, гортанным таким придохом, акцентом. Я, наверное, буду просить актеров подчеркивать, но это очень такая скользкая история, потому что не свали за фарадийные страны, и кавхазский это очень тяжело. Все сваливаются, я сваливаю, ну, тяжело. Это вообще сложная штука, прям мы... Когда в исходнике много языков, тяжело всем. А когда ты этот исходник еще перепираешь на другой язык, так это, ну, святых выносит. Тяжело. Это одна из самых... Акцент одна из самых тяжелых историй вообще в работе, потому что ты не знаешь, что с ними делать. Как? Да, я поэтому и спросила, Все остальное, пожалуйста, да, это сыграю, то сыграю, акценты как бы... Непонятно, как играть. Ну да. Ладно, давайте о других ваших талантах. Следующий вопрос мой. Проект «Фермер из Рязани». Этот проект называется... Нет, не говорю «Рязани». Здесь происходит на Марсе. Это называется «Киберферма» или «Кибердеревня». Это на Марсе мы. Какая Рязань? Мне написал Google, что это «Фермер из Рязани». Я скажу честно, я когда начала изучать вашу биографию, я вообще не знала, что вы играете какого-то «Фермера из Рязани». И еще мне вы сказали про какой-то проект в нашем закадровом диалоге. У нас есть проект, да. Значит, «Кибердеревня» это то, что придумал Сергей Дмитриевич Васильев несколько лет назад. Мы сняли ролик. Он разошелся, он очень здорово зашелся. На Ютубе у нас там больше 12-13 миллионов просмотров. Прям все, он зрителям понравился. Мы делаем сейчас большой сериал. Мы его сняли в том году. Сейчас он монтируется, и мы должны выйти осенью с 10-серийным сериалом на кинопоиске по вот этой вот киберферме, кибердеревне «Марсианская история». Еще есть проект, про который я говорил, это «Волшебный участок». Это другой сериал, он тоже где-то осенью к зиме будет. Я не помню, какая платформа, то, что мы помним, «Диэссири», там такая прям смешная история про нечисть. У меня там ролик небольшая, а так история прям смешная. Ну вот, так что вопрос был, как у нас с кибердеревней. Кибердеревня есть. И снимается. Просто руководитель нашей студии… Монтируется она уже. Мы отсняли. Все монтируется, да. Автор, кто это придумал, такой шоураннер Сергей Васильев, он сейчас это домонтирует. Там дикое количество графики. Пока они все дорисуют, где-то к осени, я думаю, что в сентябре мы, по-моему, должны премьерить. Ну вот руководителю нашей студии казалось, что вы вообще уйдете из дубляжа и останетесь только в кибердеревне. Зря он об этом беспокоится или не беспокоится. Нет, я… Смотрите, мне… Я не уйду хотя бы, потому что я эту профессию люблю. Мне нравится озвучиваться. Не обязательно дубляж, это могут быть и там… Любые другие игрушки, и все, что… Мне нравится работать вот здесь. Потому что это как минимум, потому что это расширяет диапазон просто какие-то десятки раз. Ну, я в жизни выгляжу вот так. Я вешу 110. Я как бы могу играть там определенные роли. Я могу сбрить бороду или, наоборот, там парик на сеансе пить. То есть я могу поменять внешность по роли, но этот диапазон, но все равно он определенный. То, где ты можешь сыграть. В озвучке я играл всех. У меня первая главная роль была мышонок в дамбо. Мышонок Тим, который бегает с дамбо, который говорит, он маленький, и он… Тамбо, тамбо, мы на дереве. Ну, как бы, когда ты не видишь меня, а видишь мышонка, я могу… Ну, я постараюсь под него попасть так, чтобы ты видел мышонка. И вроде бы нормально. Это была первая главная роль в Диснеевске. Диснеев утвердили, сделал же, все в порядке. Да, там… Ты можешь быть орком. Я играл старушек. Диапазон огромный. Ты можешь играть там молодых, средних и старых. Ну, молодых. Не детей, но… И это творит дьявольски интересно, творчески. Это прямо та штука, которая… Ну, вот тот огонек, который, мне кажется, нас, не знаю, и вас, и меня согревает одинаково. Конечно. Потому что это… За! Это шампанское. Конечно. Съемки… Поэтому нет, я не буду бросать… Не хотел бы бросать озвучку, мне это нравится. Дальше вопрос просто графиков. Ну, вот сейчас у меня, например, там съемочный период закончен, сейчас пока перерыв до следующих. Я с большим удовольствием дальше и работаю, и работаю себе. Чего бросать-то? Это не… Для меня это не то, чтобы какая-то промежуточная ступенька к… Это такой вид творчества. Он мне нравится. Там очень много шампанского вот этого в душе, когда у тебя пузырец прям. Все. Я бы это не бросал бы. Друзья, в Базерексквер только профессиональные актеры. Если вам нужно озвучить какой-либо проект, наши продюсеры с радостью помогут вам подобрать артиста, организовать запись и монтаж звука. Мы делаем нашу работу быстро и качественно. И мы продолжаем подкаст с Сергеем Чихачевым. Сергей, давайте добавим изюм в наш подкастовый кекс. Нет, не этот другой. Этот все-таки будет закадровым изюмом. Ваши поклонники, ну и я тоже в том числе, в первую очередь вас узнают, мне кажется, из фильмов по голосу Терминатора. Ваши поклонники, они оба вас узнают по голосу… Да-да-да. Я хочу, чтобы вы сейчас показали мне Терминатора. Я предлагаю вам текст, а вы почитаете голосом Терминатора. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Значит, давайте, да, я почитаю. Шварценеггер, на самом деле, он достаточно простой по… Он разговаривает достаточно просто, очень размеренно, очень просто в исходнике. Поэтому, когда голос оторван от него, он не настолько яркий, чтобы прямо… Чтобы прямо вот… О, да, точно. Потому что, когда ты видишь два метра, это огромный шкаф… А мне кажется, ничего не играть еще сложнее. Вот ты на низы сел, и вот ты… И… Да. Терминатор. Да. Я не убил Кайла Риза. Скоро Т-1000 узнает наше-то местоположение. Споры с Кайлом Ризом нивелируют стратегическое преимущество. Ответь. Это очень инфантильный ответ. Как он? Хорошо. Ты сможешь спариться с ним в этой линии времени. Твой сын будет Джоном Коннором. Ты знаешь, машины без него не победить. Я не вижу вариантов. Ну, вот. Ну, он такой, как бы… Терминатор, он механистичный. Да. Но мне кажется, что это сложно все-таки оставаться механистичным, когда ты сам по себе человек как тип. Одно удовольствие озвучивать Арнольда Алоизовича. Он… Было. Сейчас он уже… Он все-таки у нас по возрасту разница лет, мне кажется, 15-20. И ему под 70. И мне тяжело его было… Вот последнюю картину делал одну точно Владимир Владимирович Антоник. Он озвучивал и раньше, потому что сейчас Володе проще это делать. Ему не надо состариваться, а мне нужно тяжелиться. Но одно удовольствие. Он говорит разборчиво, артикулирует медленно. Фраз в нем мало. I'll be back. Вот как бы… Знаете, озвучить не хочу. А как по-русски, кстати, I'll be back? Я вернусь. По артикуляции как это разложить? Никак. Я вернусь. Надо. Я вернась. Ну да. Я вернусь. Он очень мало артикуляет. Его очень легко делать. Там нету… Это не Джим Кэрри, у которого рот занимает пол лица, и которого действительно сложно… Он говорит… Он вещает. А вот к разговору о том, как разложить по артикуляции. Иногда бывает, что я часто сталкиваюсь на просторах интернета с комментариями подписчиков, что почему здесь говорили одно в оригинале, а перевели по-другому. Вот, например, «I'll be back» у нас могут перевести не «я вернусь», а «скоро вернусь». И как пояснить людям, что вообще-то иногда мы вынуждены из-за артикуляции менять перевод? Да, слушайте, по переводу очень много. Это такой холивар бесконечный. Значит, есть… Пойдём с конца. Есть укладка. Как укладчик уложил тебе в губы, чтобы смыки были смыками? Да, «б», «м», «м», а размыки, размыки… А – это «а», «о» – это «о». Если хороший укладчик, он это делает, и на выходе всё в губах. Как будто человек говорит по-русски. Значит, до укладчика есть переводчик. Ну, мы пропускаем всякие там редактуры и так далее, они тоже есть, да, редактор правит, есть переводчик. Ну, как переводчик перевёл, так и будет. Мы озвучивали картину, это делал режиссёр Александр Вартанов, «Терминатор-2», когда она выходила в повторный прокат года два или три назад. Они её полностью сделали, полностью перецифровали, улучшили картинку, цифровали звук и выпустили такой ререлиз. Мы её озвучивали. Я делал «Терминатора», моя коллега Ира Киреева делала Сару Коннор, и мы все очень нервничали, потому что этот фильм все знают наизусть. Я знаю наизусть. 90-91 год, он растащен на цитаты. Очень нервно, потому что если насрёшься, все увидят. Значит, режиссёр, для этого специально нашёл переводчика, по-моему, это делал, мне кажется, я не помню, кто это делал, Горчаков, кто переводил из переводчика в старых одноголосых, он нашёл того, кто делал переводы, те, гнусавые, но это был не Володарский, точно, Михалёв уже скончался, возможно, Горчаков. обрадовался и попросил, сказал, вот это я, здрасте, у нас такая задача, а вы переводили, а мы сейчас, а можно вас попросить вот канонический перевод, мы прямо, ну, вас наймём переводчиком, заплатим, и вы сделаете, человек сказал, какой канонический перевод, я их делал, типа у меня их 100, потому что каждый раз, когда приходили какие-то пираты, какие-то бандиты с какими-то кратерными кассетами там в 90-е, он садился и каждый раз просто чуть заново переводил, перевод – это такая флуктуация, он всегда чуть-чуть будет разным, поэтому по точности перевода мы зависим от очень многих вещей, почему у них так, а у нас так, плюс есть, слушайте, у переводчиков есть просто, ну, перевод – это локализация, это же не просто перевести слово в словаре, ну, из словаря, да, с этим бы справилась любая программка, даже до искусства интеллекта, до этого, чат-жи-пяти, достаточно несложная задача, переводчик же локализует, он переносит смыслы из одного мира, где говорят, например на английском, на французском, в другой мир, где говорят, например, на русском, в наш, ну, и как-то, это холивар отведется много, все это обсуждают, но это не должно, на мой взгляд, смущать, ничего как бы страшного в том, что в исходнике так, а у нас не так, ну, и что, ну, не так, ну, там, не знаю, у нас, помните, утина история, у нас там классический пример, там, кто там, Билли, Вилли и Дилли, ну, мало того, что их в исходнике зовут, там, Луи, Хьюи, не знаю, и Дьюи, мне кажется, но они в каждой стране зовутся по-разному, в каждой стране, вот, насколько языков, там, языков 40, наверное, их переводили, то, что в каждой европейской стране это было дублеверно, у них свои смешные какие-то или не смешные какие-то имена, мисклювди, я не знаю, вы смотрели, когда были маленькой девочкой утина истории, не смотрели, я их не любила, они были скучные, мисклювди, никакая не мисклювди, это замечательный-замечательный креатив переводчиков, ну, там, допустим, Скруджа Макдака не стали, его оставили Скруджем Макдаком, но все коннотации, это, кстати, на мой взгляд, ну, жаль, потому что коннотации, связанные со Скруджем, соответственно, с Диккенсом, они все ушли, да, и они не считываются, хотя персонаж там остался, там, поночка, это не поночка, это наш креатив, она там, не помню, в Андерквак кто-то, поночка от перепонки и так далее, ну, вот в, не знаю, в, как это называется, Чип и Дейл, ну, самого Чипа и Дейла оставили, тоже ушли все коннотации, потому что Чип и Дейл, это забавная, забавный перефраз Чипен Дейла, производителя мебели, да, там, знаменитой, ушла коннотация, ну, бог с ним, ладно, Чип это Чип Дейл, это Дейл, но все остальные, там, гаечка, это не гаечка, она гаджет в исходнике, это хотя бы Чип и Дейл, хотя бы смотрели, но они мне не нравились, гаечка не гаечка, она гаджет, не помню, кто-то какой-то, рэнч, кто-то, я вот из гаджетов инспектора гаджета любила, у нас Рокфор, помните, замечательный персонаж, такая крыса с усами, которые у него сыр, у него сыр, и у него усы, вставали торчком, он в исходнике, он Монтерей Джек, это сорт сыра, ну, как бы переводчики сделали гигантскую работу, прекрасную, ну, кто знает здесь, что такое Монтерей Джек, у нас нет этого сорта, в смысле российский, Костромской, ну, тогда был, сейчас побольше, там, Гауда, да, Монтерей Джек не узнается, не считывается, что сделали его Рокфором, во, тогда понятно, отлично, прямо сразу легло, он Рокфор, переводчик делает вот это, он переносит смыслы прям целые, он не берет отдельные какие-то фонемы, или там, фразеологизмы, если это печатные, и переносит, и иногда это происходит, Багира в исходнике самец, ну, как бы, вот как, вам это, Алёна Константинович? Я не знала. Да, он в исходнике, он самец у Киплинга, никакая не, мне не нравится, художественно, мне не нравится, мне нравится, когда у Маугли, вот есть у него, как бы, вот Балу, есть папа, медведь, есть Багира, она как бы мама, она пантера, там она так здорово играет драматургически, потому что она гибкая, потому что она яростная, и так далее, ну, вот в исходнике Багира самец, не знаю, в замечательной был, там, моя любимая книга, «Поправка-22», «Catch-4-2» Джозефа Хеллера, я читал её, ну, я её перечитаю раз в несколько лет, я читал её в нескольких переводах и в оригинале, её переводил замечательный Андрей Кистяковский, рано скончавшийся, к сожалению, покойный ныне, был три перевода, был перевод «Ловушка-22», сделанный для главпора, чудовищный, «Уловка-22», и потом «Поправка-22», «Поправка-22» это Кистяковский, это шедевр, он просто взял и переписал всего Хеллера, оставив его Хеллером, он перенёс вот весь этот смысл, весь, всю смелость Хеллера, весь его смех, всю его язвительность, весь его сюрреализм, он взял и перенёс это на русский язык нежно, вот, например, во всех переводах, там есть такой полковник Кэткарт, Кэткарт, Кистяковский единственный, кто перевёл его как Кошкарт, и этот мгновенно заиграл персонаж, потому что он смешной, это такой долбан, такой армейский, и то, что у него смешная фамилия стала, хотя это одно и то же, Кошкарт, это всё равно фамилия не русская, но странная, вот такими мелочами делается перевод, перевод такая, ну, перенос смысла, прям огромная, огромная история, так что ничего страшного, что у них так, а у нас этак нет. Спасибо за такой подробный ответ, целая лекция вырежем в качестве короткой лекции на просторы Ютуб. Сергей, я предлагаю импровизацию. Давайте. Кровавый барон оказался в 21 веке и стал бизнесменом-меценатом. Сейчас он находится на конференции об успешном успехе и читает лекцию про свой успешный успех. Потому что он преуспел. Абсолютно точно. Текст от улыбки «Хмурый день светлей». Вот, пожалуйста, с вот этой творческой задачей, кровавый барон, голосом кровавого барона, расскажите нам, пожалуйста. А если на конференцию, он же на большого, на аудиторию же. Да. Я могу, если нужно, напомнить полностью текст. Я помню только сейчас. Про хмурый... Надо живот на колени спустить обратно. Текст про успешный успех. Да, я буду подъемник. От улыбки «Хмурый день светлей». От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей. И она к тебе не раз еще вернется. А раз на конференции, блин, я глотну. И тогда наверняка вдруг запляшут облака и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река. Вот дружба начинается с улыбки. Браво! Спасибо. Спасибо вам большое, кровавый барон. Барон на конференции. Большое спасибо. Спасибо. Я долго думала, как поиздеваться. Да, спасибо. Обращайтесь. Ладно, напоследок. Назовите три картины из озвученных вами, которые вы рекомендуете к просмотру. Это крайне трудно сделать. Давайте, Алену, кстати, побольше критериев. Я озвучил около 600 картин. Да-да-да, знает. Мне трудно выбрать, честно, потому что там было, ну, как их оценивать, по тому, какие из них лучше. Которые действительно стоят посмотреть, по вашему мнению. Которые стоят внимания. Давайте мы, давайте коротко сделаем, знаете как, картины я возьму, допустим, только последних лет, более-менее, потому что, скажем, я участвовал в озвучке «Крестного отца», например, и это великая картина, ее, конечно, надо назвать, потому что она просто в топе в мировом, когда Коппола сделал потрясающую вещь, но она все-таки это там, когда, 70-е, когда ее снимали довольно давно, вот, и мне кажется, будет тяжело. Слушайте, давайте, смотрите, хорошо, раз я назвал, значит, пусть говорит «Крестный отец», потому что мы его и так все смотрели, я полагаю. мне кажется, надо назвать один мультик, потому что я вообще люблю мультики, они все веселые. Я люблю. Прямо мультики, это прям отличная штука. Из мультиков, да и, слушай, мне так трудно выбрать-то, но и старые все клевые, такие, как там условно, и «Дамба», и «Диснеевский», и из новых есть там прекрасный «Зверополис», который мы делали, или там «В поисках Дори», это не потому, что я там, у меня в «Зверополисе» вот такая малюсенькая роль, а просто потому, что мультик сам классный, сама история рассказана прям здорово. А из последних картин, которые драматически какие-то более-менее сильные, которые прям мне тоже нравятся, там тоже есть роль небольшая, это, например, в «Три билборда» на границе Эббинга, штат Миссури, сильнейшая картина, мне трудно выбрать три, вот даже из последних. Я озвучил там Питера Динклейджа, который стал знаменит после «Игры престолов», там тот же Динклейдж снялся в замечательной картине «Серано», где он играет заглавную роль, это прямо классическая экранизация Растана, да, Растан, «Серно-биржерак», классическая картина, это такой полумюзикл, потому что они много поют, но эта картина там в конце плачутся, отличная история, ну вот у нас, к сожалению, к сожалению для нас, как для там творческой группы, премьера была 24 февраля 22 года, поэтому эту картину никто не увидел, хотя там прям Динклейдж, прям он прям, ну мощь, соответственно, там, где «Серано» занос, да, его за рост, он не мог, не из за носа, а из за роста он не мог показаться любимой, и поэтому вынужден голосом работать, как и у Растана из-за кулис, из-за кадра. Картина, где в конце, я вам гарантирую, вы будете плакать, прям это отличная экранизация, посмотрите, если вы не смотрите дубль же, я посмотрите на языке, она прям супер. Трудно так, слушай, так много, так много хорошего кино, это какой, это провокация была, про кастрюм вопрос. Это она и была. Я так не могу, омерзительная восьмерка, клевую, Тарантин, прям замечательный, Миша Тихонов, режиссировал, и меня там поразила, сама картина очень понравилась, единственная из последних, тарантиновских, которые я прям, я на одном дыхании, не отрываясь, мог посмотреть, меня там потрясло, как работали как раз старшие коллеги, к вопросу о мастерах, я не видел их в студии, я их только слышал, как они получились на выходе, меня потрясло, как работал Антоник, и как работал Новиков, они, так получилось, что их голоса, они как бы не на своих местах, потому что там, кто там, Курт Рассел, кто главную роль там, не помню, восьмерка в Антоника, по-моему, Рассел, он помнил, значит, а Александр Борисович Новиков внезапно сделал Сэмюл Л. Джексона, внезапно не в смысле, что он не мог, или мы этого просто, ну не ждали, они, Джексона тоже делал Антоник в свое время, вот, и я когда услышал, какие краски они нашли там для персонажа, особенно, Александр Борисович, это прям, ну мое почтение, прям я ему сказал при встрече, снял шляпу, потому что это какой-то такой полет, прям такое мастерство, ну вот, хорошая картина, а так много кино-то, как его выбрать, никакого, не выберешь толпы, несколько картин, Сергей, спасибо вам большое за увлекательную беседу, может быть, вам что-то хочется пожелать нашим слушателям, нашим зрителям? Я желаю вам пережить эти времена, сохранить при этом рассудок, сохранить при этом психику, сохранить при этом жизнь, и дожить как-то до лучших времен в этом состоянии с психикой, с жизнью и с рассудком, вот что я желаю нам всем. Да, это точно, спасибо вам большое. Спасибо большое, спасибо. Это был подкаст про озвучку от Рексквер и я, Алена Минчук, до новых встреч. Podcasts by RecSquare Studio.